Добрый день, друзья мои! Знаете, существует такая пословица, что вот, дескать, Toyota Land Cruiser 70 и Range Rover, ну точнее Land Rover Defender сразу у производителя не получились. Поэтому за те 50 плюс-минус лет, сколько выпускаются эти машины, было несколько рестайлингов. Ну а УАЗ делал вещи сразу, то есть как бы прямо моментальные, мол, ничего не менялось, и мы ездим на тех же самых буханках, что выпускали 60 или 70 лет назад нашими дедами и отцами. Ну и сегодня я вам расскажу, что это нифига не правда, потому что мы тут в клубном сервисе теперь регулярно вскрываем этих кадавров. Поехали, парни! Поехали, парни! В далеких 90-х годах мне удалось поручкаться с человеком, который работал на автовазе в хорошей должности, и тогда, будучи глупым и молодым, я задал ему вопрос. Я спросил его, брат, почему вы не красите Жигули-классику в металлик? На это он мне ответил, не думая, прям моментально. Он сказал следующее, говорит, зачем? Их и так покупают. В принципе, здесь тема та же самая. Но есть нюансы. И сейчас я вам объясню, почему вот это вот абсолютно утратило то свое назначение, ради которого это когда-то было придумано и изготовлено. Что такое Бухенко идеологическое? Ну, смотрите, это дешевый, рамный, однообъемный автомобиль, выполненный по, соответственно, технологии автобус, ну, по типу кузова. В чем заключается плюс, и кто целевая аудитория? Посмотрев на все это, в 2023 году вы понимаете, что только два направления есть для реализации этих тачек. Ну, то есть первое направление это армия, а второе это сельское хозяйство, соответственно. Вот те самые недобитые фермеры, которые что-то пытаются полезное извлечь из земли, накормить нас с вами все. Между тем, есть, конечно, третье направление, но там погрешность в сотах, точнее, в тысячных долях одного процента. Это японцы, которые ради того, чтобы поржать, все вот это вот покупают и завозят себе в Японию. В чем основной косяк этой машины? Ну, смотрите, когда все это было придумано нашими дедами при СССР, оно было простым. Это был карбюраторный, соответственно, мотор, без всяких затей. Были военные мосты, были гражданские мосты, по большому счету, больше ничего не было. В четырехступенчатой коробке все это было унифицировано и, в принципе, чинилось без всякого геморроя в поле на коленке, либо, соответственно, во время ведения боевых действий. Об этом мы поговорим чуть попозже. Значит, во что это превратилось сейчас, могу вам сказать уже как гуру по этим машинам, потому что, блин, мы их отремонтировали бесчетное количество за то время, пока продолжаются те события, которые начались после 24 февраля. Сразу вам скажу, господа, что все вот это вот, весь этот шедевр ульяновского автозавода нифига не стал лучше. В принципе, для того, чтобы посмотреть, что ульяновцы пытались продавать мирному населению, можно порыться на ютюбе и найти ролик бороды. Ну, соответственно, Asato Channel. Мне просто лень повторять все вот это вот, я не буду ходить там, трогать уплотнителя, совать пальцы куда не надо, переживаю за сами пальцы, потому что, ну, здесь это, блин, объективно даже не новое. Проблема заключается в чем? Все вот это вот изделие люди попытались сделать, по их мнению, лучше. Здесь появились инжекторные двигатели, здесь появились новые подшипники, новые мосты, пятиступенчатые коробки, и дальше начался полный трэш по той простой причине, что это, знаете ли, блин, не иномарка, то есть у этого нету как такового вина, по которому можно безошибочно определить, что поставили на заводе, а если не на заводе, не дай бог, приключился ремонт, что установили сюда на каком-то автосервисе. То есть это натурально трагедия. Как выглядит сейчас ремонт такой штуки? Ремонтировать это изделие, первое, что вам предстоит понять, так это то, с чем вы имеете дело. Здесь, знаете ли, бывали разные двигатели. То есть были 402 на карбюраторе, были, соответственно, полуинжекторные, ну вот такие вот, как вот этот, то есть когда там часть от карбюраторного мотора, блок в частности, но уже стоит башка и стоит впрыск, были целиком 409, и это увлекательный ребус. Почему? Потому что производитель вставлял сюда все то, что у него было на складе, и чисто гипотетически подходило для этих целей. Если вы думаете, что проблема заканчивается только этим, нет. Она этим не заканчивается. Потому что по мере того, как разорялись те производства, которые делали запчасти для этой штуки, появлялись новые производства, и они видели конструкцию по-другому. Например, я даже примерно не представляю, сколько сейчас есть типов помп в продаже на вот эту вот тачку. Ну, наверное, штук 5-6 точно. И да, вы поняли, по вину заказать нельзя. Надо снять, открутить, сфотографировать и ехать, блин, в магазин. Буханка, господа, это автомобиль для тех, кто никуда не торопится, для тех, кто познал дзен, для тех, кто как прапор сидел в бочке и давал умные советы, как это было в одном постсоветском фильме. Это машина для людей с крепкой нервной системой, и, блин, по той простой причине, что если она у вас не крепкая, вы реально помешаетесь, как Люба Соболь, и начнете постить очень интересные твиты сомнительного содержания. Эта тачка может довести до сумасшествия. Я вам отвечаю. Я спрашивал у своих менеджеров, которые ищут на них сейчас запчасти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Перед вами Кирилл Андреевич. Он заказывает запчасти на это вот, соответственно, ведро. Она аналогичная ему. И он помешался практически как мартовский заяц, да, Кирилл? Да, они мне снятся уже и вазики. Почему? Объясни людям, почему вот это вот огромная проблема для любого вменяемого человека, который не живет в магазине запчастей. Потому что качество запчастей не внушает доверия. Расскажи пару случаев из жизни, после которых у тебя глаз начал дергаться. Вот расскажи людям, как это работает. Когда на мотор вроде бы, например, 46-й или 409-й, а может стоять от 402-го запчасти, собрано вообще непонятно из чего. То есть вообще запчасти могут быть взяты, например, с газа, с Волги и так далее. Ну, понятно, что это доработки уже идут местных умельцев, которые используют их в колхозе в каком-нибудь, да? Ну, не всегда. Не всегда. Но опять же, могут и на заводе собрать машину из того, чего было. Да, и вроде бы должно стоять одно, а стоит вообще не то, что стоит. Должно стоять в машине. Спасибо, Кирилл. Крепитесь. Кстати, господа, что касается деревни, вот эта вот машина, она видела Хантамансийск. То есть она покружила по родине. Вы просто подумайте вообще вот эта вся география. Сначала Ульяновск, потом ссылка в Хантамансийск. Там тяжелая работа на приисках. Потом Москва и далее, соответственно, юг России. Блин, такой биографии, по-моему, не было даже у Сталина. Друзья, мне больше 40 лет. И в этой жизни я видел всякое говно. Меня невозможно удивить буханкой. При росте в 2 метра и большом излишнем весе я иногда на них даже езжу. Я не могу сказать, что это комфортно или это удобно. Но жизнь заставит не так раскорячиться. Дань, можно тебя в кадр? Значит, смотрите, это Даниил. Даня, расскажи, пожалуйста, где ты родился? Ну, плюс-минус нашим подписчикам. Откуда ты? Родился в Воронежской области, села парень. Познакомились мы, конечно, тоже по сфере нашей работы случайно. Ну, и так получилось, что стали работать вместе. Брат, к черту, к черту подробности. Скажи мне, вот сколько тебе лет сейчас полных? 22. Что ты думаешь про все вот это? Что надо делать с людьми, которые в 2023 году продают вот такое? То есть, что надо делать с этими людьми? Я думаю, этих людей нужно к нам привезти, чтобы они пару кружочков вкатнули. И, соответственно, вот, к примеру, у меня рост метр девяносто. Мне тоже неудобно в ней сидеть. Ну, я думаю, метр семьдесят, если бы удобно будет сидеть. А знаешь, почему так было? Вся проблема, господа, заключается в том, что при СССР армия подбирала сюда водителей маленького роста. Ну, знаете, как танкистов. Сейчас, в то время, пока на юге разворачиваются определенные события, о которых только что говорил мой юный, соответственно, коллега, выбора нет. Поэтому сюда влезают все. Даня, что ты хочешь передать, что ты хочешь сказать, что ты хочешь пожелать конструкторам Ульяновского завода в 2023 году относительно их шедевра? Так как мата у нас нельзя разговаривать. Да, на канале это не принято. Я не осуждаю, я понимаю, но... Но... Что тут сказать? Тут на самом деле надо вырезать это все. Да, надо вырезать все это. В общем, короче, ребята, я озвучу мысль нашу. Потому что, ну, без мата не получается это просто свести в цельный рассказ. Друзья мои, дорогие конструкторы, мы не просим от вас чуда. Мы понимаем, что вы не способны в данный момент сделать машину. Блин, поменяйте хотя бы кузов. Чуть-чуть измените эргономику, чтобы сюда влезал в принципе человек, а не человек ростом в 155. В конце концов, на этой машине сейчас люди ездят не только там, где спокойно. Продолжение следует... Поговорим о комфорте. Значит, если разговаривать о комфорте, его здесь нет. Значит, люди, которые это конструируют, у меня к вам огромная просьба. Досмотрите этот ролик до конца. Значит, смотрите, 2 метра. По высоте в вашем автобусе я не прохожу. Даня, кстати, тоже. Значит, я понимаю, что то, что я жирный, это только моя проблема. Но, блин, надо либо отодвинуть назад чуть-чуть сиденья, либо сделать регулируемую рулевую колонку. Ну, хотя бы так. В принципе, это же возможно. Ребята, ребята, самое главное, это педали. Вот самый ваш инженерный успех большой, это педали, блин. Ну, просто для того, чтобы нажать любую из педалей, здесь надо поднять ногу. Не только мне зачем. Ну, про такие мелочи, как коробка, отличная система переключения. Ну, вы-то знаете свои кулисы. Я даже не говорю. Ребят, насколько все это затянется, никто не знает. Измените геометрию, если не можете сделать нового. Есть еще пара моментов, которые удивят нормальных, адекватных, меняемых людей. Значит, в этой тачке, учитывая ее военную специфику, изначально было два бака. Один слева, один справа. Это сделано для того, чтобы при огневом контакте, соответственно, машина могла уехать своим ходом. Ребят, я открою вам тайну. То есть, вот если вы не в курсе, просто я рассказываю. Сейчас у всех автоматическое оружие. Если даже это 5.45, и люди стреляют в 50 со 100 метров, все это шьется нафиг на вылет. То есть, на этом ехать уже никуда нельзя. Ну, просто потому что некому, по сути. По большому счету, вы научились ставить один бак. И это радует. В этом плане мы молодцы. Знаете, почему на этой машине много алюминия, крашенного в радикальный серый цвет? Потому что ваш шедевр, ульяновцы, сгнил. Сгнил к чертовой матери в Хантамансиске, в котором на улице соль не сыпят. Теперь о главном. Вы слышали все, что я сказал? Забудьте. Все это не имеет никакого значения. По той простой причине, что эта машина действительно сейчас очень востребована. И будет востребована до окончания всех этих событий после 24 февраля. Но, есть один нюанс. Лет 5 назад все вот это вот стоило 480, по-моему, тысяч рублей новым. Ульяновцы, сейчас вы хотите вот за это 1 миллион 300. Ну, как вы, ваши дилеры, ваши представители, ваши салоны. Сделайте либо машину, либо опустите цену. Чтобы она стоила реально, ну, по курсу, там, к доллару десятку. Не больше. Знаете, десятка это не миллион 300. Это гораздо меньше. Гораздо. Почти на полмиллиона. Даже сейчас. Что я вам хочу сказать, ребята. Даже эта машина гораздо лучше, чем идти пешком. Тут я не буду спорить с креаторами. Да, она может ехать по плохим грунтам. Да, она полноприводная. Да, ее можно починить в любом колхозе. При условии того, что у вас есть деньги, а рядом есть запчасти. Но, друзья мои, в 2023 году наша страна не должна выпускать такое. А если выпускает, ну, блин, придайте этому хотя бы чуть-чуть другую форму. Освежите и пересчитайте эргономику. Это вам просьба от всех высоких людей. Чем я хочу закончить свой ролик? Знаете, я наговорил много гадостей про эту машину, но в то же время я понимаю, что альтернативы ей сейчас нет. Она все-таки вот в таком был исполнении, как их дарят волонтеры. Она нужна. Это видно по тому спросу, который на них сейчас есть, по тому, как их просят люди. Про запас. Просто для того, чтобы они были. Чтобы не ходить пешком. Я хочу поблагодарить всех, кто покупает их, отправляет их. Тем, кому это сейчас нужно. Тем, кто находится на юге России. Я хочу пожать мужественные руки тех людей, которые, как мы, все это приводят в порядок и отправляют их туда. Потому что вариантов нет. И, со своей стороны, у меня есть сейчас только одно желание. Чтобы вся эта херня, я извиняюсь за выражение, закончилась как можно быстрее. Чтобы мы перешли обратно к нормальной жизни. И у нас не было необходимости на этом ездить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok